И прежде чем рассказать о снижении цен на бензин и авиатопливо, поговорим о нефти, с которой именно и связывают удешевление нефтепродуктов. Последние полгода она непрерывно шла вниз, но сейчас впервые показала значительный рост. Стоимость черного золота приблизилась к 60 долларам за баррель, а это уже идет вразрез с пессимистическими прогнозами. А яркий ермек о том, что ожидает рынок нефтепродуктов. Я допускаю, что через какое-то время она снова упадет. Где-то в районе этой цены, сейчас цена должна месяц-два поколебаться. И уже где-то я предложил подождать 2-3-4 недели какого-то роста, чтобы уже можно было делать какие-то предположения о системном росте. Другой вопрос, насколько рынок поверит и какие факторы придут в обоснование, что теперь она должна расти. Рынок нефти такой же эмоционально, как и многие другие биржевые рынки. Он среагировал на информацию о сокращении количества работающих скважин в США по добыче сланцевой нефти. Ведь изначальное падение цен на углеводород началось именно после того, как штаты увеличили добычу на сланцевых месторождениях. Рынок поддерживает еще информацию о забастовках работников нефтяной отрасли. Глядя на графики, можно вполне ожидать, что нефть марки Брент достигнет отметки 60 долларов, вполне возможно даже отметка 65 долларов. Но на сегодняшний день это очень неустойчивое явление и вполне возможно, что с окончанием зимы нефть продолжит падать, котировки будут снижаться и не исключаю вполне отметки 35 долларов. Сейчас коррекция на том, что сейчас самый пик отопительного сезона, зима заканчивается, дойдут пересмотр нефтяных контрактов, а дальше весенние контракты, соответственно, снижение спроса на нефть. Более того, сейчас нет факторов, влияющих на сохранение стабильности цен на нефть. Страны ОПЭК пока не собираются сокращать добычу, а не входящие в этот союз странных поставок нефти на рынок не уменьшают. Ранее казахстанские аналитики заявили, что ожидают в первом полугодии 2015-го, что цена на эталонные марки нефти составит 40 долларов за баррель, а стабилизация ситуации начнется не раньше 2016-го года. Аюль Кирмек, Асет Кундакпаев, Телеканал Алматы.